Поп и шансон, рок и рэп мало кому на российской эстраде удается сочетать на первый взгляд несочетаемая искренность, узнаваемый с первых аккордов голос, живое исполнение и работа на разрыв аорты. Бесконечные гастроли, балансирование на грани жизни и смерти. Даже мать предупреждает Григория Лепса, что нельзя, опасно, настолько выкладываться на сцене. Слова через тернии к звездам имеют к певцу непосредственное отношение. Он теперь счастлив, как никто, стал мудрее и помнит о прошлом, по-прежнему предпочитает не говорить о музыке, а делать ее и получать удовольствие от результата. Детство и юность. Григорий Викторович Лепс, настоящая фамилия Лепс Веридзе, родился 16 июля 1962 года. В грузинской семье изменение фамилии вовсе не означает, что певец пытается скрыть национальность. Просто Лепс благозвучнее и легче запоминается. Отец музыканта трудился на мясокомбинате в Сочи, а мать работала медсестрой. Григорий ходил в сочинскую школу номер 7 и был совсем плохим учеником, постоянно получая двойки. Зато с самого детства мальчик увлекся спортом и музыкой. После школы Григорий поступил в музучилище, чтобы освоить ударные инструменты. Здесь он был успешнее, чем в школе. Затем юноша отправился в армию, а после того, как военная служба закончилась, пел в кавказских ресторанах и пробовал свои силы, выступая в составе разных рок-групп. В 80-х годах Лепс известен как солист нашумевшего в то время коллектива «Индекс 398». В молодости исполнитель пел в сочинских ресторанах каждую ночь. Это сильно выматывало певца, и он снимал чувство усталости с помощью алкоголя. Спустя время пришло понимание, что нужно двигаться дальше, иначе он погибнет и как артист, и просто как человек. Поэтому Григорий отправился в Москву, где его приняли не слишком радушно. Репертуар артиста никому не был интересен. Певец перебивался случайными заработками, пристрастился к наркотикам, запустив свой внешний вид. Он не скрывает этот период своей биографии. На официальном сайте с этого и начинается история Лепса. Музыка. Настоящий рост карьеры начался, когда возраст артиста перевалил за 30 лет. И вышел первый альбом исполнителя «Храни вас Бог», включающий популярную в то время композицию Натали. На эту песню также записан клип, который сам певец увидел только в больнице, где оказался из-за язвы желудка. Проблемы со здоровьем не позволили Григорию выступать на фестивале «Песня 95». Музыкант потерял много времени и 35 килограмм веса. После этого происшествия Лепс отказался от алкоголя и тем более от наркотиков. В 1997 году исполнитель выпустил следующий альбом «Целая жизнь». В этом же году артист попал на песню «Года 97», где исполнил композицию «Раздумья мои». Участие в известном концерте повлияло на популярность Лепса. И уже в 1998 году он снимался в рождественских встречах Аллы Пугачевой. Через два года Григорий вдруг потерял голос. Для восстановления связок пришлось прибегнуть к операции. Артист обрел прежние силы только в 2002 году, вернувшись на сцену вместе с альбомом «На струнах дождя». Также в этом году снят клип на популярный и сейчас хит «Рюмка водки на столе». В 2006 году была выпущена пластинка в центре земли. Состоялся одноименный концерт в Олимпийском. Помимо сборника исполнитель записал запоминающиеся дуэты с Ириной Аллегровой «Я тебе не верю» и со Стасом Пьехой «Она не твоя». Музыку к песням сочинил известный российский композитор и продюсер Виктор Дробыш. Через два года Лепс три дня подряд выступал в Кремле с новым альбомом «Водопад». На концертах побывали 15 тысяч любителей творчества артиста. Через месяц Григорий в очередной раз попал в больницу, теперь уже с острым бронхитом. Однако всего несколько недель и артист снова собирал аншлаги, на этот раз в Германии. 2011 год запомнился певцу не только выпуском новой пластинки под названием «Пенсне», но и получение звания «Заслуженный артист Российской Федерации». В конце года Григорий вместе с рэп-исполнителем Тимоти записали песню «Реквием по любви». Результат совместной работы этого необычного творческого тандема оказалось столь успешным, что певцы выпустили еще одну коллаборацию «Лондон». Лепс перепел композицию Льва Шапира «Самый лучший день». За нее и за настоящую женщину он получил две статуэтки «Золотой граммофон» в 2011 году. Впервые в истории этой престижной премии были отмечены одновременно две сольные песни одного исполнителя. Аналогичной наградой удостоилась и композиция «Водопадом» в 2012 году. Альбом «В полный вперед» занял первую строчку в чарте российского сегмента iTunes Store. Параллельно с новым диском были изданы два сборника песен, уже заслуживших любовь публики. «The Best» и «Дуэты» на двух дисках, куда вошли композиции, записанные музыкантом совместно с Александром Розенбаумом, Валерием Меладзе, Ириной Аллегровой и другими звездными исполнителями. На фестивале «Новая волна» в 2013 году «Лепс» презентовал несколько новых композиций. Сольно музыкант спел московскую песню, исполнил песню «Плен» с Артемом Лоиком, песню братника Тим с Лоиком и Тимоти, а композицию «Зеркала» спел в дуэте с Ани Лорак. В этом году Григорий снова получил премию «Певец года» и два «Золотых граммофона». В союзе с Иосифом Кобзоном и Александром Розенбаумом записал клип «Застольное» – «Вечернее застольное». Песня, как писал ряд источников, посвящена бизнесмену Атарии Квантришвили, считавшемуся авторитетом в криминальных кругах и убитому снайпером в 1994 году. 2014 год принес Лепсу три концерта в Кроку Сити Холл, выход 12-го студийного альбома «Гангстер номер один» и еще два «Золотых граммофона» и множество других престижных премий. Отдельным синглом выпущен трек «Бай-бай», который Григорий исполняет с Натальей Ласовой. Лепс стал организатором праздничного музыкального фестиваля «Рождество на Розахутор», который с 2015 года ежегодно проходит на одноименном горнолыжном курорте. Певец – постоянный участник фестиваля имена Галарова «Жара». Под конец 2017 года Лепс и Макс Фадеев представили щемящий душу клип на песню о мужской дружбе, которую не разрушат никакие обстоятельства. Обрела видеоформат и композиция «Без тебя» из альбома «Ты чего такой серьезный», выпущенного в 2017 году. В скандальном видео Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» заслуженный артист предстал в образе бомжа. В летний гастрольный график Лепса пришлось вносить изменения. Исполнитель попал в больницу со сломанными ребрами. Однако Григорий выступил на юбилейном концерте поэтой-бизнесмена Михаила Гуцереева. В 2018 году Григорий написал саундтрек сериалу «Годунов» Сергея Безрукова в главной роли. И для этой композиции выпустил клип «Недосказанное». Лепс, не раздумывая, согласился поучаствовать в картине, где задействован цвет российского кино и театра. К тому же фильм рассказывает о стране, где я родился, вырос и живу, которую люблю и за которую болею душой. Надо понимать, чувствовать и знать, чем жила страна 500 лет назад. Нельзя терять нить с прошлым. Нет у человека будущего, если он не знает своего прошлого. В 2019 году певец принял участие в главном новогоднем концерте на Первом канале и вместе с Юрием Антоновым исполнил песню «У берез и сосен». А летом на концерте в День России на Красной площади Лепс исполнил гимн Российской Федерации в авторской версии. Через год артист пополнил свою коллекцию клипов новым видео на композицию «Спасибо», исполненную в коллаборации с Тимуром Родригезом. С ней певцы выступили на традиционном праздничном концерте «Я нравлюсь женщинам» 8 марта 2020 года. Во время пандемии COVID-19 артист не прервал концертную деятельность, перенеся ее в онлайн кинотеатр «Окка». Бизнес Георгия Лепса. Артист занимается не только творчеством, но и бизнесом в самых разных сферах. В начале 2010-х артист был совладельцем караоке-бара «Лепс Бар» в Москве и караоке-ресторана «Лепс» в Киеве. Григорий и Амина Галаров являются совладельцами ресторанов «Рюмка водки» и «Лесной». Также в активе артиста линия эксклюзивных очков «Лепс Оптика» и ювелирный дом «Григория Лепса». В 2019-м году стартовал выпуск крафтовых продуктов и водки «Лепс» под брендом «Хлебосольное подворье Григория Лепса». Певец открыл в Москве булочную пироги, но уже в 2020-м году заведение из-за пандемии стало убыточным и закрылось. Сейчас размер годового дохода артиста составляет порядка 9 миллионов долларов. Продюсирование Георгия Лепса. В 2012-м году музыкант открыл продюсерский центр собственного имени, призванный помогать молодым музыкантам занять место в шоу-бизнесе. Также Григорий намеревался продвигать как певицу Ольгу Бузову, но потом отказался от этой идеи, ограничившись организацией концертов телеведущей. Личная жизнь. Впервые Лепс женился на Светлане Дубинской еще во время учебы в музыкальном училище. Пара довольно скоро развелась, и Григорий заключил брак со своей нынешней женой, танцовщицей Анной Шаплыковой, теперь Лепс, которая работала в шоу-балете у Лаймы Вайкули. Артист имеет четырех детей. Инга Лепс, рожденная в 1984 году в первом браке, училась в Великобритании и Нью-Йорке, где получила диплом актрисы. Она в основном снимается в клипах, независимых проектах, пишет сценарии. Вторая дочь, Ева, родилась в 2002 году, а через пять лет Анна родила Григорию еще одну девочку, Николь. В 2010 в семье появился долгожданный сын Иван, Вано. В 2016 году дочь Лепса попыталась пойти по стопам отца и начать музыкальную карьеру. Инга участвовала в пятом сезоне «Голоса», но судей не впечатлило. Григорий рассказал прессе, что, естественно, узнал голос родной дочери. Однако еще перед выступлением сказал Инге, что не повернется к ней в отборочном туре. Более того, строгий отец еще и покритиковал исполнение девушки, заметив, что в некоторых местах ну прям очень плохо. Инга позднее призналась, что родитель скептически настроен к ее планам построить певческую карьеру. Считает, что следует выбрать одно направление и добиваться в нем совершенства, а не распыляться по мелочам. Тем не менее, желанию Евы петь на сцене Лепс не противился. Для младшей дочери Григорий создал поп-группу «Космос Герлс», куда помимо Евы вошла ее подруга Александра Гиннер и участница «Детского голоса» Эден Голлан. Видеоколлективы периодически появляются в сети. В декабре 2021 года СМИ запестрели заголовками о разводе Лепса с женой. Пара информацию не комментировала.